спасибо всем кто пришел и поскольку у нас меньше может я смогу рассказать больше итак что мы что мы делали в предыдущей лекции мы доказали мы говорили о линейных кодов то у кодов есть параметры то есть линейный код мы его сможем обозначать буквой c есть параметры н к и d вот n это размерность пространства которым он живет с линейные обычно линейные пространства подносится и в куб степени к это его размерность ну а d это минимальное расстояние то есть минимальный вес кодового слова или минимальное расстояние между двумя кодовыми словами мы доказали границу singleton которая которая говорит что n минус к избыточность кода то есть количество избыточных координат должно быть, по крайней мере, d, n минус k плюс 1, то есть d должно быть меньше или равно, чем, да, n минус k должно быть больше или равно, чем d минус 1. Очень хорошо. И после этого мы еще ввели такой параметр как локальность и говорили про r-локально восстанавливающие коды. То есть что такое r-локально восстанавливающий код? Это код, у которого… систематический код, то есть у него сообщения являются первыми k-координатами кодового слова. У него есть такое хорошее свойство, что если одна из координат, одна из информационных координат оказывается стерта, то ее можно восстановить, читая не более чем r каких-то оставшихся координат. И мы доказали… то есть для как бы для избыточности локально восстанавливающих кодов мы доказали более… более… более сильную границу. Показали, что n минус k должно быть, по крайней мере, k разделить на r плюс d минус 2. Вот. И для обеих границ мы как бы показали, что эти границы точны. То есть как в случае кодов mdr, для любого n, k и d можно на самом деле в этой границе достичь равенства. То есть всегда существует код, который достигает в этой границе равенства. Если нас не интересует размер алфавита, размер величина q, также и для r локально восстанавливающих кодов этой границе всегда можно достичь равенства. То есть если нас не интересует величина поля, то всегда можем построить код, у которого избыточность будет точности равна нижней границе здесь. Вот. Ну и, в частности, оттуда можно… вот как бы сейчас мы уже начинаем что-то, что мы в тот раз не делали. Можно сделать такое маленькое наблюдение, замечание, что если мы возьмем… что… 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 что если… c — это код mdr, то есть код, который достигает равенства вот в этом вот уравнении, то… то он не может быть нетривиальным локально восстанавливающим кодом. То… если c — код mdr и одновременно код, который является r локально восстанавливающим кодом, то r должно быть в точности равно k. Ну, на самом деле, даже больше или равно k. То есть никакой нетривиальной локальности в коде mdr быть не может. Вот. На самом деле, это можно даже доказать проще, не используя эти границы. Но, в частности, это следует из этих границ. Потому что если бы… То есть если код является кодом mdr, то избыточность у него n минус k равна d минус 1. Вот. Ну, а если у него есть какая-то r, предположим, что r там, скажем, k минус 1, то избыточность n минус k должна быть, ну, вот, по крайней мере, k минус k разделить на k минус 1 плюс d минус 2. Ну, а это уже нам дает двойку, то есть избыточность получается равна d. Вот. То есть… ну, вот, собственно, мы получаем противоречие. Такое наблюдение, что локальность, она не дается бесплатно. Вот. Что в кодах mdr, то есть в кодах оптимальных с точки зрения избыточности, нет никакой локальности. Чтобы получить локальность, нам действительно нужно увеличивать избыточность. Вот. Ну, да. Теперь мы как бы переходим к следующей части. То есть я покажу, что… Хотя как бы этот результат верен, и действительно локальность бесплатно получить нельзя, но если немножко изменить понятие локальности, то ее можно получать бесплатно. Вот. И изменение, как бы изменение, с которого мы начнем, это следующее изменение. Я покажу ее просто на примере. Вот рассмотрим пример такого кода. Это код, который… да, это код c с параметрами 4, 2 и 3 над полем из четырех элементов. Вот. Очень простой код. И вот так вот мы его опишем. x1, x2, y1, y2, x1 плюс y1, x2 плюс y2. Давайте посмотрим немножко. x2 плюс y1. Здесь x1 плюс x2 плюс y2. Обычно, когда мы говорили про линейные коды, мы думали, что каждая координата кодового слова — это у нас, собственно, элемент поля. Ну, здесь тоже можно думать про это как элемент поля f4, но мы будем явно записывать биты. Да, то есть элемент поля f4, но вот это… Ну, вот как мы отдельно запишем биты. Поскольку элемент поля f4, он состоит из двух бит, вот мы запишем отдельно первый бит и отдельно второй бит. Вот это вот первая координата кодового слова. Вот это вторая координата кодового слова, то есть это две информационные координаты, а это две избыточные координаты, и мы знаем, как их посчитать по информационным координатам. — То есть код уже нелинейный? — Да, этот код нелинейный на DF4, он аддитивный, но нелинейный. Что можно про него сказать? На самом деле, границу MDR мы доказывали для линейных кодов, она также верна и для нелинейных кодов. На DF4 этот код действительно нелинейный, то есть и граница синглтона, и наша граница для локально восстанавливающих кодов, они все переносятся на полностью нелинейный случай. Здесь мы работаем с аддитивным кодом, для которого их перенести еще легче. То есть, да, но код действительно нелинейный, это верное наблюдение. Нелинейный, потому что я не могу делать умножение на элементы F4, я могу складывать кодовые слова, но не могу умножать на элементы поля F4. Первое, что мы заметим, мы заметим, что этот код является кодом MDR. То есть наш, что c — это код MDR. Это я, пожалуй, доказывать не буду, то есть это можно просто проверить. Код очень маленький, в нем всего-то 16 слов, вот. Можно убедиться, что все эти 16 слов имеют вес хемминга по крайней мере 3, то есть что, если я… можно доказать короче, но примем на веру просто, что можно, как бы, или можно посмотреть на какой-то конкретный случай. Предположим, что… Мы хотим доказать, что код является кодом MDR. Один из способов это доказать — это показать, что по любым двум символам мы можем остановить два потеряных. Предположим, что мы потеряли какие-то два символа, не знаю, скажем, мы потеряли вот этот и вот этот. Ну, как мы восстановим по иксам оставшимися вот эти символы? Ну, восстановим, потому что если мы знаем иксы, как мы их можем отсюда удалить, останутся Y, вот получим все Y. Можно так перебирать все комбинации. Теперь что мы покажем? Мы покажем, что хотя локальности, нетривиальной локальности у этого кода нет, то есть если бы это был классический, если бы это был обычный код ряда Соломона, ну вот как бы он тоже выглядел, был бы X, был бы Y, были бы два избыточных символа с такими же параметрами, P1, P2, тогда, ну да, тоже было бы свойство, что если мы потеряли любые два символа, мы по оставшимся можем восстановить то, что потеряли, но также было бы верно, что если бы мы потеряли всего один символ X, то все равно, чтобы его восстановить, нам нужно было бы прочесть какие-то два из оставшихся символов. То есть мы читали в два раза больше данных, чем мы потеряли. Вот здесь можно читать меньше, то есть если, вот здесь предположим, что мы потеряли символ, вот этот вот символ, предположим, что он у нас утерян, мы хотим его восстановить. Как мы это можем сделать? Мы прочитаем верхнюю половинку у каждого из оставшихся символов. То есть мы прочитаем y1, x1 плюс y1 и x2 плюс y1. Таким образом, общее количество данных, которое мы читаем, оно всего в полтора раза больше, чем то, что мы потеряли, но мы также можем восстановить то, что нашли, потому что можем y1 потом удалить из оставшихся двух половинок, и вот, пожалуйста, мы получаем свои x. То есть если аналогия с жесткими дисками, то мы читаем не 3 жестких, а 3 половинки? 3 половинки, да. То есть мы сокращаем количество данных, которые нам нужно читать для восстановления. И при этом мы ничего не платим за избыточность, что очень здорово. То есть в смысле локальности… С другой стороны, мы немножко проигрываем в том, что… То есть если бы мы читали данных в два раза больше, нам достаточно было бы прочесть данные всего из двух жестких дисков. Но здесь приходится читать в царев, то общий объем данных, которые мы читаем, сокращается. И это будет верно и для другой координаты. То есть, скажем, если… В данном случае для другой информационной координаты. То есть если мы потеряем вот этот вот символ, ну, тоже мы его, наверное, как-то сможем так вот раз и восстановить. Давайте посмотрим. Ну, вот мы… Что мы сделаем? Прочитаем, например, x2, x2 плюс y2, x2 плюс y1. И тоже оттуда мы можем получить обратно наши два y, y1 и y2. Вот это наблюдение такое, что такие вот вещи можно делать в кодах. И за это не платить ничего в смысле избыточности. Это очень здорово, да. То есть если мы хотим свойства локальности, то нам приходится платить избыточности по сравнению с кодами MDR. А это вот как-то можно сокращать объем данных, которые нужно загружать для восстановления. И это происходит бесплатно. Вот. Коды с таким свойством называются регенерирующими кодами. Сейчас я дам их формальное определение, и потом мы докажем про них два базовых результата. Ну, и потом, если будет время, двинемся дальше. А если мы то же самое будем рассматривать, если считать, что есть четыре как бы бита и восемь, то он с какими параметрами будет? Если считать, что это на поле F2. Вот у нас есть информационные биты x1, x2, y1, x2, и контрольные вот эти еще четыре. Это тогда… То есть мы как бы… Если мы сейчас рассматриваем… А, я понял. То есть вы хотите спрашивать, если мы как бы возьмем и скажем, что это не код 242, а код 8… 8… 4… 4… 4… 8. 8. 8. Да. Что с ним будет? Ну, это будет, скорее всего, очень плохой код. То есть я думаю, что, во-первых, он не будет кодом MDR. Возможно, не будет, я не знаю. Да, он наверняка не будет кодом MDR, потому что двоичных кодов MDR… То есть коды MDR требуют большого поля. То есть, во-первых, он не будет кодом MDR, а во-вторых, у него не будет никаких интересных свойств. Потому что… На чем здесь идет игра? Потому что мы… Мы не можем потерять отдельно X1. Если мы теряем первый символ, мы теряем их X1 и X2 вместе… Теряем мы их целиком? Да, мы теряем целиком. А читать разрешаем частично? Ну, это соответствует практике, потому что, как бы, если мы теряем жесткий диск, мы его теряем весь. А когда мы его восстанавливаем, мы можем читать кусочки с других жестких диск. То есть… Да. Вот на этом и идет игра. Да. На том, что у нас… У потерь здесь есть структура. То есть вот эти вот подсимволы теряются вместе. И вот эту структуру мы используем, и на этом экономим восстановление. Ну вот. Давайте теперь определим такие восстанавливающие коды. У нас будет два… Да, как бы две мет… Две численные характеристики восстанавливающих… Вот таких регенерирующих кодов. А если раньше мы говорили о локальности, то есть у нас было понятие локальности координаты, это минимальное множество… Локальности после одного стирания, минимальное множество координат, которые нужно… Достаточно для восстановления… Достаточно для восстановления id-координаты. То теперь у нас появятся еще два… Как бы два понятия локальности. Локальность со звездочкой, локальность с кружочком. Вот. Локальность со звездочкой я буду называть локальность… Скажем, локальность по чтению. А вторую локальность… Локальность с кружочком будет локальность по передаче. локальность передача. И сейчас я определю, что это такое. Да, ну, во-первых, как бы, прежде чем эти все эти локальности определять, давайте, то есть коды, с которыми мы здесь работаем, да, поскольку у нас нам для того, чтобы получать какие-то интересные свойства, нам нужно, чтобы каждый кодовый символ был вектором, вот, да, потому что раньше у нас каждый кодовый символ был просто элементом поля, теперь каждый кодовый символ — это вектор, поэтому нам нужно будет определить векторные коды. Вот, ну вот код c с параметрами n, k, d, q в степени t — это векторный код. Если c кодирует матрицы размера, матрицы в fq t на k матрицами, в fq t на n. Так что, да, вот матрицы, скажем, m, матрицами c от m. Так что для любого i, j, i, t, j, m, c, m, i, j — это скалярное произведение какого-то e и j на m. Где, соответственно, e и j принадлежит fq t на k. И далее код систематический. Если крии, а, и, i в t, g в k, e и j, dateaj, g. Вот такое немножко громоздкое определение векторных кодов. То есть что такое векторный код? Мы как-то пытаемся уловить, обобщить тот объект, который мы здесь видели. То есть что такое векторный код? Ну вот он кодирует матрицы, потому что здесь мы кодируем матрицы. То есть у нас будет T-строчек и K-столбцов, потому что у нас K-информационных символов в нашем коде будет K-столбцов, T-строчек и K-столбцов. Вот эти объекты, которые мы кодируем. Да, то есть матрицы размера T на K. И кодируем мы их просто, делаем их длиннее. Кодируем матрицами размера T на N. Ну а что может в этих матрицах стоять? То есть вот в каждой ячейке может стоять какая-то линейная комбинация всех наших переменных. То есть у нас есть T на K переменных. И вот в любой ячейке кодового слова IJ должно стоять скалярное произведение. То есть это просто скалярное произведение нашей матрицы с какой-то произвольной матрицей правильного размера. То есть просто какая-то произвольная линейная комбинация всех наших переменных. Ну а код систематически, если в первых K-столбцах у него просто стоят эти переменные, то есть Δ и J такая матрица, то есть матрица размера T на K, ну вот у которой в позиции IJ стоит единичка, а в остальных позициях стоят везде нолики. Это вот Δ и J. Хорошо? При этом совершенно никакой структуры поля в FQ в степени T у нас нет. Да, вообще нет. То есть это как бы векторный код, то есть поле используется только FQ. Q-степень простого. Да, там можно было. Да, ну то есть здесь я не говорил как бы о расстоянии. То есть расстояние мы понимаем в обычном смысле, то есть расстояние на вот этих больших символов. То есть если мы посмотрим на все наши кодовые слова, то мы сможем сказать, вот какой из них обладает минимальным весом, где вес – это количество ненулевых больших символов. Ну так, то есть у этих кодов тоже есть расстояние. Это понятие векторного кода. Ну а теперь давайте определим вот эти вот обобщенные понятия локальности. Тоже определения немножко громоздкие, но естественные. Я тебе сотру вот эту часть. Да, что такое локальность со звездочкой? То есть I – это какая-то координата в N, то есть одна из координат кодового слова. И вот что-то, код зафиксирован, что такое локальность со звездочкой от I. Это не единицы разделить на t, а умножить на мощность A. Пусть от G. Добавил субтитры DimaTorzok 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 То есть пока у нас есть локальность, есть локальность почтения, сейчас будет локальность по передаче. А передача считается, что как бы все компьютеры одинаково соединены друг с другом? То есть любая передача из любого в любую? Да, на что стоит одинаково, да. Ну, передают они все в потерянный, поэтому передача в одно место, да, но передача, да, уж такой, это, как бы, можно, конечно, это моделировать, но до этого мы погодим. То есть передаем мы все-таки не всем остальным, а передаем просто в некий единое место, да? Да, в то место, которое потеряно. То есть если у нас какая-то координата стерта, мы ее хотим восстановить. Поэтому мы решаем, где мы ее восстанавливаем и туда собираем данные. То есть разрешается внутри каждого компьютера сделать линейную операцию? Да. И потом переслать результат. Да. И, в принципе, даже это может быть любой размерности. Да, может быть, любой. Ну, как бы не имеет смысла, чтобы размерность была больше, чем, собственно, размерность того, что мы комбинируем. Ну, да, она от единицы до t. Ну, да, вроде понятно, что это такое. Ну, опять же, я определю формально все-таки, чтобы… Да, но смысл именно такой. 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 Такой под, Posee, Ooo. Такой recognитый. Такой недоролел. Такой один. Такой дверет. Такой случаевロ negotiation. Такой работа. Такой часть. Такой удар соответствует где-то. Продолжение следует... 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 А, то есть мы храним как бы ту матрицу, которая выражает это через информационные символы. Да, определение громоздки, но это суть того, что происходит. Но при этом сами понятия, что то, что другое, достаточно естественное. И, да, ну как бы, что можно сказать? То есть можно сказать сразу какие-то очевидные факты. То есть громоздкость больше будет не нужна. Дальше в конструкциях и в границах все будет намного проще. Можно сделать следующее наблюдение, замечание, что для любой координаты i в нашем коде, ну вот будут какие-то неравенства. Это там единицы не больше, чем локальность по передаче, не больше, чем локальность по чтению, не больше, чем просто локальность, ну, которые в конце концов не больше, чем k. Вот такие вот неравенства связывают все эти величины. Потому что, ну, можно по ним пройти. То есть локальность по чтению, конечно, никак не может быть меньше единицы, потому что, ну, мы должны читать данных уж не меньше, чем то, что мы восстанавливаем. Получать данных не меньше, чем то, что мы восстанавливаем. Мы не можем передавать меньше, чем прочитали, потому что, ну что же мы будем передавать. Вот. И мы не можем читать данных меньше, чем то количество машин, к которым мы обращаемся. Потому что каждая машина нам должна чего-нибудь дать. потому что если у нас есть маленькая локальность то мы можем с каждой машиной переслать все, что там есть и тогда мы получим локальность по чтению, равную локальности а локальность не может превосходить k потому что если у нас пусть через кодах MDR хотя это всегда верно ну а в коде MDR, прочитав любые к координат мы можем все восстановить поэтому больше чем координат нам читать смысла нет за счет того, что мы отнормировали то есть вот они все учитывают нормировку просто в этом месте происходит переход я согласен ну вот здесь тоже используется нормировка на самом деле потому что если бы ее не было хотя это не используется не так важно можно понимать так, что мы считаем как бы не то есть считаем не каждый кусочек информации как единицу на т то есть единицу принимается жесткий диск да хорошо ну теперь мы что мы хотим дальше сделать дальше мы дальше мы то есть сами эти понятия они хорошо исследованы то есть как бы коды у которых есть нетривиальные оценки либо на вот эту величину либо на вот эту величину называются регенерирующими кодами на них написано сотни статей литература началась где-то в 2007 году и активно развивалась и сейчас я расскажу такие два базовых результата о этих кодах первое это оценка снизу то есть мы докажем такую теорему пусть векторный код мдр а для любого и n локальность по чтению давайте даже локальность по передаче должна быть по крайней мере n-1 разделить на n-k вот ну да то есть когда мы как только мы сделаем такое наблюдение что вот эта вот локальность по чтению или локальность по передаче могут быть нетривиальными величинами в кодах мдр сразу естественно спросить ну а насколько маленькими собственно они могут быть да ну и вот оценка снизу дальше мы увидим что она точна что на самом деле что это не только оценка снизу но и оценка сверху для обеих этих величин вот а ну давайте докажем эту оценку снизу это проще ну и доказывать мы будем от противного предположим что существует какая-то какая-то координата i такая что вот локальность по передаче вот i оказалось вдруг меньше чем n-1 разделить на n-k ну посмотрим на это множество координат да то есть предположим что i равна единице без потерь и общности вот у нас есть наши кодовые слова длинны n и есть такое свойство что когда потеряна первая координата мы можем ее восстановить читая то есть получая из каждого из оставшихся символов как то вот мало данных то есть предположим что из первого символа мы получим да то есть мы получим какое-то количество подпакетов ну возьмем как бы опять же мы будем нормализовать количество данных по по размеру потерянного символа предположим что отсюда мы получили epsilon 1 то есть если отсюда скажем если из какой то есть там координаты g мы получили а а а m ну не знаю получили l пакетов а l под координат или под да l под координат то мы скажем что epsilon g это l разделить на t вот и получим тогда такие величины epsilon 1 epsilon 2 до epsilon n да то есть это численные характеристики того сколько данных мы получаем из оставшихся координат для того чтобы восстановить потерянную координату и давайте пусть это будет epsilon 2 потому что мы начинаем со второй как первые координаты мы потеряли вот и давайте будем считать что epsilon 2 она больше чем epsilon 1 чем epsilon 3 то есть как-то мы упорядочим координаты больше чем epsilon 1 порядок координатного значения не имеет поэтому можем считать что что выполняются такие неравенства хорошо но возьмем и сделаем следующее наблюдение вот предположим что то есть заметим что что по то есть пусть координаты здесь называются c1 c2 и так дальше заметим что по да что что мы знаем а что по c2 до ck а дальше по вот этим вот кусочком то есть у нас нет для них сейчас хорошего названия epsilon k плюс 1 epsilon n то есть epsilon это как бы это объем данных которые мы получаем но здесь я имею ввиду сами данные по данным вот с таком количестве данным можно восстановить c1 то есть во всех информационных мы почему-то не учитывая сколько мы использовали берем их целиком да то есть все информацию как бы со второго до ката информационные мы берем символы целиком но а то что мы получаем из следующих из следующих координат ну просто это вот себе набираем да ну то есть код mdr в нем любое множество из к символов является информационным поэтому мы можем да можем первые к символов называть их информационными почему почему нет Да, и теперь мы говорим, что пусть мы по этим фрагментам в количестве ε2, ε3, εn вместе можем восстановить первую координату. Это то, что нам дано. Ну, значит, в частности, мы можем восстановить эту первую координату, читая c2 до ck целиком, ну, а потом εk плюс 1, εn оставшиеся данные, просто потому что c2 содержит все ε2. А потому что ε2, оно получается из c2, ε3 получается из c3. Но как-то странно, в примере, который был в самом начале, мы не читали все вторую координату. То есть казалось бы... Мы доказываем более сильную оценку. Мы доказываем оценку снизу на локальность по чтению. Локальность по чтению вообще-то может быть меньше... Локальность по передаче может быть ниже, чем локальность по чтению. Мы даже для нее докажем нижнюю оценку. Да, то есть по c2 до ck и вот этим вот epsilon k плюс 1, epsilon n мы можем восстановить первые координаты. Но заметим, что это значит, что по вот этим c2 до ck и вот этим epsilon мы можем восстановить все кодовое слово. Да, потому что если мы можем восстановить c1, но при этом еще знаем c2 до ck, то это информационное множество, поэтому на самом деле можем все восстановить. Но что это значит? Это значит, что их суммарный объем данных в них должен быть по крайней мере k и мы получаем неравенство в терминах epsilon. Сумма этих epsilon меньше единицы. Совершенно точно, да. Ну, то есть как следствие мы получаем, что сумма, да, ну скажем, что epsilon k плюс 1 плюс epsilon n, она должна быть по крайней мере единица. Ну и стало быть, epsilon k, которая не меньше, чем epsilon k плюс 1, она должна быть по крайней мере единица разделить на n минус k. Мы уже переставили даже не дополнительные столбцы, а информационные столбцы. То есть мы считаем, что у них информационные столбцы epsilon больше, чем… Да, у нас как бы это изначальное предположение, мы их все упорядочили, то есть epsilon 2 больше, чем epsilon 3 и так дальше. Было такое замечание, что любые столбцы информационные. Любые столбцы информационные, поэтому можем упорядочить столбцы по вот этим epsilon, а потом считать первые ек столбцов информационные, потому что это код мдр. Да, давайте даже скажем так, что… Да, то есть у нас с одной стороны есть вот такое неравенство, а с другой стороны… Ну, сейчас как бы нам это лучше сказать… Ну, я думаю, что это понятно. Что мы отсюда знаем, то есть мы знаем, что ε2 больше чем εk, все они не меньше, чем εk плюс 1, а та, в свою очередь, по крайней мере, единица разделить на n-k. Нам надо оценить их сумму, нас интересует сумма по и всех ετ, и больше или равно 2, сумма всех ετ, и вот эти оценим через единицу разделить на n-k, то есть что у нас будет? будет k-1 разделить на n-k, а оставшийся хвост от k-1 до n мы оценим через единицу. А это уже как раз и есть n-k плюс k-1 на n-k, что есть n-1 на n-k. Вот это такая оценка снизу, то есть мы показали, что локальность по передаче, причем это даже не то, что для какой-то, для каждой координаты, то есть если у нас есть код mdr, то в нем не может быть ни одной координаты, у которой локальность по передаче опускается ниже, чем эта величина. Но эта величина очень маленькая, то есть если мы ее сравним с локальностью, то есть оценка снизу у нас здесь теперь не единица, а n-1 разделить на n-k, ну зазор до k там может быть очень большой, то есть я не знаю, если я возьму k равное 10, n равное 20, то вот здесь у меня будет написано 10, ну а n-1 на n-k будет 1.9. То есть объем передаваемых данных мы даже при маленьких значениях n-k можем снизить очень резко. И сейчас мы докажем, то есть на самом деле известно, что эта оценка точна, то есть существуют коды mdr, которые для любых параметров n-k существуют коды mdr, у которых локальность по чтению каждой координаты в точности равна n-1 разделить на n-k. Это мы доказывать не будем, мы докажем, ну мы докажем это же, но для локальности по передаче, то есть оценку снизу, оценку сверху я докажу вот здесь. Вот я вот здесь расскажу, что существует коды mdr, такие, что вот это вот для любого i в n локальность по передаче от i оценивается в точности равна n-1 на n-k. Это конечно то, что с кружочком как раз называлось оценку. Ой, да, да, да. И вот даже сверху есть передача. Так, да, сейчас. То есть для того, чтобы перейти от передачи к чтению, какие-то специальные хитрости, которых не будет. Да, которых не будет, да, то есть мы докажем вот сюда, вот сюда, да. Хотя, да, то есть более сильным результатом было бы доказать для локальности по чтению. Локальности по чтению мы доказывать сейчас не будем, вот, но для локальности передачи это так. Вот это вот мы сейчас покажем. да, ну хорошо, но сейчас нам нужно просто построить код. Да, то есть теорема для любых nk d равна n-k плюс 1 существует векторный код. Существует. 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 Молихаем. Молихаем. Ум. Продолжение следует... — Там, во-первых, поле должно быть достаточно большое, но не очень большое. — Не очень. — А вот «Т» какое-то... — «Т» гигантское. — То есть «Т» — это число... — Это размер диска. — Да, количество подпакетов. Для того, чтобы достигать вот этой границы... — То есть тут начинаются открытые вопросы. Известные конструкции для достижения вот этой границы... для достижения минимума в локальности по передаче или локальности по чтению... Им всем нужна очень большая... То есть им приходится разбивать на очень много подпакетов. Что с точки зрения практики, конечно, очень плохо. Потому что с диска... Да, с диска нехорошо читать очень маленькие кусочки данных. Потому что каждый раз надо двигать головку, и хочется читать много и подряд. Вот. И... Но с другой стороны, есть целое море... То есть есть оценки снизу, которые говорят, что экспоненциальный рост необходим, если избыточность N-k очень маленькая. Если избыточность очень... Если избыточность большая, то есть конструкции, которым экспоненциальный рост не нужен. Если избыточность маленькая, тогда экспоненциальный рост необходим. Но с другой стороны, как бы самые интересные вопросы там, они... То есть все-таки здесь мы доказываем оценку... То есть эти результаты, о которых мы совсем не говорим, да? то есть о необходимости вот этого экспоненциального разбиения. Но такие результаты говорят только о необходимости, если мы хотим действительно достичь абсолютного минимума в смысле локальности по чтению или локальности по передаче. Если мы готовы немножко пожертвовать и не достигать абсолютного минимума, а просто, скажем, сделать сильно лучше, чем код Риде Соломона, то экспоненциальная саппортизация не нужна. Но в конструкции, которую мы сейчас докажем, да, то есть мы докажем конструкцию, которая дает абсолютный минимум локальности по передаче, но у нее будет экспоненциальное разбиение. Давайте я определю. И эта конструкция, из всего того, что я рассказываю, это самая свежая конструкция. Конструкций таких много, причем это не первая конструкция с этими свойствами. Это результат E и Bargo 2016 года. Хорошо. Ну, то есть нам нужно определить теперь наш… То есть как-то определить линейный код, показать, что у него есть свойства MDR, и показать, что у него низкая локальность по передаче. Ну, давайте определим, то есть, опять же, мы работаем с матрицами, да, то есть у нас и наши сообщения, и наши кодовые слова — это такие вот большие матрицы. И вот у нас будет матрица, в которой будет t строк. Вот что у нас за строки? Строки у нас… Ну, да, что у нас за t? Да, давайте обозначим n минус k через r, через r большое, скажем. Вот, ну, t у нас будет r в степени n, а это количество столбцов, а количество строк у нас будет, ну, n. А теперь в этой матрице нам нужно как-то разметить строчки из столбцы. Вот. И столбцы мы возьмем и пронумеруем элементами из… Ну, это можно обозначить через z, r, n. Ну, или по-простому сказать, что вот просто каждому столбцу соответствует некоторый вектор α1, αn, где все эти αi, но αi пробегает все значения в r, то есть значения от нолика и до r минус 1. Вот. Всего таких векторов, их r в степени n, ну, и строчек у нас r в степени n, и вот каждую строчку мы возьмем и пометим таким вектором. Вот. Теперь что-то нужно… Возьмем и как-то тоже разметим столбцы. Вот для каждого столбца… Тут даже, скорее, не разметим, а просто каждому столбцу мы что-то сопоставим. То есть вот каждому столбцу, столбцу с номером g, нам хотелось бы сопоставить ему число lambda g, но вот по конструкции надо сопоставить не одно число, а несколько чисел, вот, а именно r, большое чисел, ну, вот мы дадим ему некое множество такое. Лямбда g первое число, лямбда g второе число, и лямбда g, можно здесь с нуля, ну, давайте здесь начнем с единички, с единицы до r, тогда лямбда g первое число, лямбда g второе число, лямбда g r тое число. Это не степени лямбды, а это просто некий набор чисел, который сопоставлен житому столбцу. И сколько нам нужно разных лямбд, да, то есть для каждого столбца нам нужно r лямбд, а столбцов у нас n, и вот мы потребуем, что все лямбда g тое и тое, где g пробегает множество n, а i пробегает множество r, что они все различны. Вот для этого нам нужно большое поле. То есть как следствие, мы можем это сделать только если мощность поля fq, она по крайней мере, n минус k умножить на n. Ну, если мощность больше, тогда нам легко, конечно, это сделать. То есть что мы делаем? Мы сейчас хотим построить какой-то вот такой вот векторный код mdr, то есть просто векторный код, который будет в свойстве mdr и будет оптимальное свойство локальности по чтению. То есть при потере любой координаты мы сможем ее восстанавливать, читая очень… локальности по передаче, передавая очень мало данных, читая, наверное, все оставшееся, но передавая очень мало данных. Ну и вот как мы это делаем? Да, то есть вот мы начинаем с того, что строим такую матрицу. Матрицу, у которой r в степени n строчек и n столбцов, строчки, размеченные элементами просто такими векторами, где координаты орычные, а размерность векторов n, а каждому столбцу мы поставили в соответствии вот некий набор чисел. А теперь, собственно, давайте эту матрицу заполним. Вот. Как мы ее заполним? Ну вот если я возьму какую-то строчку, да, вот скажем, строчку, в которой помечено альфа 1, альфа n, то сейчас я возьму и просто вот скажу, что же в этой строчке, что же в этой строчке будет находиться. Вот в этой строчке будут находиться слова обычного уже, слова обычного линейного кода, слова линейного кода, кода, который я вам назову, скажем, вот пусть у меня будет вектор альфа, c альфа, который определяется следующим образом. Все вектора x в fq в степени n такие, что h альфа от x равно нулю. То есть я определяю, то есть я говорю, что живет, какие вектора могут находиться в житой строчке, строчке, которая помечена вектором альфа, вот, это совсем не зависит, это совсем не связано с тем, что происходит на других строках, нет никакой связи, то есть эта строка, как бы я ее определяю, для этого мне нужно знать только альфа. Я знаю альфа, я могу сказать, что может находиться в этой строчке, и я определяю это вот с помощью того, что мы называли проверочной матрицей. То есть я, да, то есть сейчас давайте определим, что такое h альфа. h альфа — это матрица в fq, rn, которая, по сути, обобщенная матрица в эндер-монда. Сейчас я медленно все это проговорю. Альфа — давайте, еще раз, то есть что находится в строке, которая помечена вектором альфа в моей матрице? Там могут находиться слова некоторого обычного линейного кода, уже не векторного линейного кода, а самого простого обычного линейного кода. Как можно определить линейный код? То есть линейный код — это линейное подпространство, это какое-то линейное подпространство l, v в q в степени n. Какое линейное подпространство мы выбираем? Мы выбираем множество векторов, которые ортогональны к какому-то другому набору векторов. Мы сдаем проверочную матрицу. Множество линейных уравнений h α умножить на x равно 0. Множество таких х мы уберем. Но что же это за матрица h α? Это матрица растянутая матрица Вандермонда. Там одна из матриц такого типа, которую мы использовали, когда мы определяли код Эриде Соломона. Если вы помните, когда мы определяли код Эриде Соломона, мы сказали, что можем взять различные числа лямбда 1, лямбда n и построить себе матрицу, где в столбце с номером i у нас будет стоять лямбда и то, и потом единица лямбда и то, и лямбда и то, и в квадрате, вплоть до лямбда и то, и в степени n-k-1. И тогда, если я посмотрю на код l, назову это матрицей h, я посмотрю на линейные пространства l, то есть все вектора x v в q в степени n, такие, что h умножить на x равно 0, то это линейное пространство l будет кодом mdr, то l будет кодом с параметрами n, k и d, где d будет n-k плюс 1. Так мы строили коды Эриды Соломона, когда доказывали, что граница синглтона точна. И ровно это же мы здесь и делаем. То есть мы говорим, что, ну, только, так сказать, в контексте всего остального, мы говорим, что, ну, а что, собственно, какие вектора мы можем увидеть, если мы посмотрим на строчку, которая помечена вектором альфа, это просто слова обычного кода Эриды Соломона, но важно, какого именно. То есть если мы говорим, что когда мы строим код Эриды Соломона, вот мы берем матрицу h, первая строчка единичка, вторая строчка элемента альфа 1 до альфа n, вот, а лямбда 1 до лямбда n, и здесь мы делаем то же самое. Это тоже элементы лямбда 1 до лямбда n, это вот эти вот наши лямбды, только что в строчке с номером, только в столбце с номером i мы возьмем, используем нашу альфу, то есть возьмем it-элемент альфа, и он нам поможет выбрать соответствующую лямбду. Да, то есть вот, скажем, в столбце с номером s мы из r лямбд, которые нам доступны, мы выберем ту лямбду, которая, мы выберем ту лямбду, на которую нам указывает элемент альфа s. Вот такая конструкция. В этой большой таблице, не в ячейках, элемент чего написан? В большой таблице, то есть вот сейчас я сказал, что живет в каждой строчке. То есть для каждой строчки существует соответствующая матрица h альфа. Каждая строчка — это вектор? Каждая строчка — это вектор. Каждая его координата — это элемент чего? Это просто элемент fq, элемент поля. Потому что, да, то есть вектора x, x, они живут в fq в степени n, и, да, то есть вот здесь вот живут вектора x, которые живут в fq в степени n, и они, ну, здесь непроизвольный вектор, здесь может стоять, а вектор x такой, что hα умножить на x равно нулю. То есть наша матрица hα умножить на x должна называть нулевой вектор, матрица hα определяется… В строчке этой матрицы написано один такой вектор? Да, какой-то такой вектор. А, то есть он выбран как-то, каким-то образом? Да, независимо от других. То есть в каждой строчке мы как-то можем выбрать такой вектор, независимо от других строчек. И вот все это в совокупности — это наш линейный код. То есть он будет хороший, если мы правильно выберем вектора? Или как бы мы так там не выберем? Нет, вектора можно… То есть важно то, что в строчках вектора выбираются независимо. То есть что в первой строчке… То есть для каждой строчки таких векторов x, которые ортогональны hα, их много. Их будет, соответственно, q в степени k. Ну да, и для каждой строчки мы можем этот выбор сделать независимо. То есть разных возможностей у нас q в степени k в степени t. И вот это общее количество наших матриц. Ну это правильно, столько матриц нам и нужно. Честно. То есть каждая строчка — это просто вот код риды слона? Просто код риды слона. Сдаваемый некоторым набором элементов поля. Да, сдаваемый некоторым… И все эти элементы поля — это все вот эти наши лямбды. Просто мы по-разному выбираем, какие лямбды мы берем для определения какого кода. В первой строчке, первая строчка, предположим, что в ней наш вектор, он выглядит вот так. Ну здесь он, скажем, 1, 1, 1, 1 — наш первый вектор. Это значит, что для определения матрицы h мы возьмем первую лямбду из… То есть в каждой корняте есть соответствует набор лямбд. Мы возьмем первую лямбду из каждого набора. Взяли первую лямбду из каждого набора, построили по ней проверочную матрицу кода риды Соломона, посмотрели на код риды Соломона, и вот слова этого кода можем писать в первой матрице, в первой строчке. А в последней строчке у нас там будет, соответственно, написано r, 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 r. Что это значит? Это значит, что мы, какую мы строим проверочную матрицу, мы берем последний элемент из набора элементов для каждого столбца, то есть лямбда 1r, лямбда 2r и так дальше, лямбда gr, и по ним строим проверочную матрицу кода риды Соломона, берем код риды Соломона, и любое слово этого кода мы можем записать в последней строчке. Так, и вот эта матрица, которую мы построили, она является чем для нашего кода? Это матрица, это множество кодовых слов нашего кода. То есть любое, да, то есть, ну, просто что такое кодовые слова? Да, можем сказать, давайте я скажу, как мы наш код кодируем, скажем, да? То есть вот как наш код, как мы помним, он, как он работает? Он кодирует матрицы размера, матрицы в fq t на n, t на k, он их кодирует матрицами fq t на n. Да, то есть мы берем произвольную матрицу размера t на k, по ней мы должны построить матрицу размера t на n. Как мы это делаем? Вот мы берем матрицу размера t на k, и вот честно ее сюда записываем. Вот здесь у нас t, у нас t строк, k столбцов. Вот сюда вот мы взяли и записали произвольную матрицу, какую хотим, совсем любую. Теперь нам нужно ее дополнить, да, потому что это систематический код, то есть первые k столбцов у нас останутся как есть. Нам нужно эту матрицу дополнить, заполнить остаток, как бы заполнить вот эти вот все оставшиеся столбцы. Как мы это делаем? Ну, мы делаем по строчкам. Смотрим, скажем, на первую строчку. Ну, мы знаем, что первая строчка, что в ней, как бы, у нас живет вполне определенный код Риды Соломона, то есть код MDR. То есть мы можем по k-координатам кодового слова вычислить все остальные координаты. И так мы заполняем первую строчку, вторую строчку, третью строчку. И вот так вот мы осуществляем кодирование. Но при этом эти коды связаны каким-то странным образом. А именно вот используются числа, которые в каждой строке разные, но тем не менее там у них много общих, и они берутся из некоторых заранее. Да. Выбранных путем индексирования. Да. А если вы сравните с тем примером, который был у нас на верху доски, то тогда можно сказать, что у нас в первом столбце написаны какие-то иксы, во втором какие-то иксы, и так, докатого столбца, кабу, алфа, иксы, и подальше какие-то их уже комбинации. Да. Но при этом, что интересно, что в первой строчке у нас будут только элементы, только комбинации элементов первой строчки. В этом большое отличие от предыдущей, от того примера 2.4, который мы видели. Это очень частный случай. Мы не разрешаем на первой строчке использовать коди Y2. Да. Не разрешаем. Все равно при этом все так оптимально. Да. Тут на самом деле будет оптимальная локальность по передаче. Можно доказать, что у этого кода локальность по чтению, она на самом деле в точности равна k. То есть локальность по чтению у него безумно плохая, но локальность по передаче идеальная. Вот это вот такой забавный код. Да, в точности равна k локальность по чтению. И локальность по чтению равна k – это необходимое следствие вот этого хорошего свойства, что мы кодируем в каждой строчке независимо. Оттуда следует на самом деле, что по чтению после этого ничего хорошего сделать нельзя, но что здорово, что по передаче локальность получается очень маленькая в данном случае. Прошел час двадцать, давайте сделаем десять минут перерыв, по-моему.